Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу Иисус Целитель. Мы так рады, что вы к нам присоединились. Для нас привилегия проводить эту школу исцеления. Мы берем все исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса, и изучаем их строчку за строчкой, осознавая, что делая то, что делали эти люди, мы получим то, что они получили. Мы изучаем эти истории подробно. Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот и ручку, и учитесь вместе с нами. Слушая и учась, ожидайте чего-то. Высвобождайте веру в Слово Божье, которое вы слышите, чтобы получить восполнение своих нужд, потому что Слово ответит на каждую нужду в вашей жизни. Сегодня мы рассмотрим 17 главу Луки. Начнем читать с 11 стиха. Я прочитаю весь этот отрывок целиком, а потом будем изучать стих за стихом подробно. Луки 17, 11. Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Теперь вернемся к 11 стиху. «Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Самарией и Галилеей». Нам важно понять кое-что об этом регионе. Самария была тем местом, с которым набожные иудеи не хотели иметь ничего общего. Она считалась языческой местностью. Там жили евреи, женившиеся на язычниках, на людях, которые не были в завете с Богом. Поэтому набожные иудеи не поддерживали никаких связей с теми, кто жил в Самарии. Иисус проходил прямо через этот регион. Религиозные традиции не диктовали Иисусу, куда идти. Он шел прямо посреди местности, которую другие считали негодной. Иисус шел всюду, где были страждущие люди, всюду, где были жаждущие люди. Он сделался доступным для всего человечества. Не отдельные люди, а каждый человек имел возможность получить его жизнь. Он проходил посреди Самарии. Не просто вдоль границы. Не просто держась окраин, чтобы никто не сказал ничего плохого. Он шел прямо посреди той местности, с жителями которой традиции говорили не иметь ничего общего. Читая это, я вспоминаю очень личную историю. Многие из присутствующих с ней знакомы, но я с радостью поделюсь ею еще раз со зрителями, потому что это такое благословение. Мой муж вырос в семье с психическими расстройствами и алкоголизмом. Его воспитывали в католицизме. Он не был рожден свыше, не принял Иисуса в свое сердце и ничего об этом не знал. И в какой-то момент посреди всей этой тяжелой семейной обстановки, в которой он вырос, и его собственная жизнь пошла в том же направлении. Ему было 25 лет. Он жаждал Бога, видя пример жизни, пущенный под откос, и стремясь узнать, неужели это все, что есть в жизни. Он не хотел, чтобы его жизнь пошла под откос. В то время он работал на стройке. И знакомый строитель более года приглашал его в церковь, но Эд не осознавал, что это для него избавление, и отказывался идти. Однажды он пошел к своему католическому священнику и рассказал ему, «Моя жизнь рушится, я понимаю, что становлюсь алкоголиком, я иду по стопам родителей». И он ожидал какого-нибудь ответа, который изменил бы его жизнь и вернул бы ее на правильный путь. Но священник не знал, что ему ответить, чем ему помочь. Эд вышел с той встречи удрученным и пошел туда, куда ходил все время, в ближайший бар. Сел за стойку и не успел еще выпить, как услышал голос, «Ты будешь ездить по всему миру и проповедовать Евангелие». Он не знал, что такое Евангелие и что значит проповедовать его по всему миру. Но я бы сказала, что это Иисус пришел к моему мужу прямо посреди Самарии. Это была его Самария. И Иисус явился и дал ему слово о его будущем. Он, по сути, сказал, «У меня есть план для твоей жизни. И я хочу, чтобы все, кто нас смотрит, знали, у Бога есть план для вашей жизни. Не соглашайтесь с той жизнью, что вы видели у других людей, если они сошли с пути. Быть на верном пути – это жить согласно плану Божьему. И мне так нравится, что Иисус проходил посреди Самарии. Он проходил среди людей, у которых не было завета, которые ничего не знали о Боге. И Он предложил им то, о доступности, чего они даже не подозревали. Так произошло с моим мужем. Бог проговорил к нему в том баре. Он явно услышал голос, «Ты будешь ездить по всему миру и проповедовать Евангелие». Он не знал, что это значило, но Он осознал, что у Него есть надежда на будущее. Тот же строитель снова пригласил Его в церковь, и в этот раз Он согласился. На следующее же воскресенье, после этого переживания в баре, Он пришел в церковь и услышал проповедь о спасении, о том, как родиться свыше. Как же родиться свыше? Слово говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это так просто. Нужно призвать имя Господне. «Иисус, я призываю Тебя, будь моим спасителем. Я принимаю Тебя как моего спасителя». Все настолько просто. Так Эд и сделал в тот день, и родился свыше. И в тот же вечер начал служить в поместной церкви в служении вспоможения. Затем, после нескольких лет служения в поместной церкви, Бог призвал его в полное время служения, и он служил почти 50 лет до того, как ушел на небо. Это свидетельство человека, который был в Самарии. И Иисус проходил прямо посреди нее. Слава Богу, что Иисус любит каждого человека. Где бы он ни жил, какое бы у него ни было прошлое или положение в обществе, какой бы у него ни был статус, образование или его отсутствие, в какой бы семье он ни воспитывался, Иисус предлагает нам свою жизнь. Для меня благословение читать, что Иисус проходил посреди Самарии. С этим так много связано. Аминь. Он дал знать этому сообществу изгоев, что он им доступен. Он был доступен для региона, отверженного остальным обществом. Как бы плохо ни жили его обитатели. Послушайте, это очень важно. Какой бы плохой, какой бы тяжелой ни была жизнь, Иисус даже не обращает на это внимания. Он просто проходит посреди нее, и он доступен. Иисус никогда никому не навязывается, но он доступен каждому. Приняв то, что он предлагает, каждый может выйти из своей Самарии и войти в Божий план для своей жизни. Поэтому я обожаю 11 стих. Он выглядит просто как информация, но в нем так много заключено. Далее 12 стих. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Важно понимать, что священник определял, есть ли у человека проказа, и прокаженного объявлял изгнанным из общества. Прокаженные были изгоями. Они больше не могли жить среди родных. Они должны были распрощаться со своей семьей. Вы только представьте, маме приходилось оставить своих детей, папе приходилось оставить своих детей, или сыну приходилось оставить пожилых родителей и отправиться жить туда, где больше никто не живет. Никто не продавал им еду, никто не приносил им одежду. Им нужно было приспособиться жить в безлюдных местах. Им нужно было оставить свои семьи и общество в целом. Представьте, вам больше нельзя просто пройтись по улице родного города. Больше нельзя поговорить с соседями. Эта разрушительная болезнь лишала человека всего в каждой сфере жизни. И прокаженные нередко собирались в группы, чтобы жить вместе, потому что у них не было ничего, кроме друг друга. Но они должны были держаться на расстоянии от других людей. Об этих десяти прокаженных сказано, что они остановились вдали. Также важно понимать, как в те времена относились к этим изгоям. Если у кого-то была проказа, считалось, что это суд Божий. Поэтому на них смотрели с презрением, не просто из-за болезни, а из-за распространенного убеждения, что Бог осудил их за то, что они были нечестивыми плохими людьми. Поймите, никто не проявлял к ним сострадания, потому что считалось, что Бог это с ними сделал. Мы знаем, что Бог никого не приговаривает к болезням и немощам. Аминь. Библия говорит, дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Все, что крадет, убивает и губит, от врага, от дьявола. Болезнь – это вор. Болезнь обворовывает. И болезнь вызывает преждевременную смерть. Так что мы знаем, что это точно не было от Бога. Но люди считали, что это был суд Божий. Так что люди смотрели на прокаженных критически. Они не смотрели на них состраданием. Это была тяжелейшая заразная болезнь. Она разъедала плоть. Она могла лишить человека пальцев рук и ног, частей лица. Так что, если здоровый человек оказывался поблизости с местом, где жил прокаженный, согласно закону, прокаженный должен был кричать, «Нечист!» Он должен был заявлять об этом, чтобы здоровые люди не подходили к нему близко. «Никому нельзя было подходить к прокаженному ближе, чем на 100 метров», согласно еврейскому закону. Итак, он должен был кричать, «Нечист!» Представляете, каждый раз, видя, что кто-то приближается, ему нужно было кричать, предупреждая, «Не подходи ко мне ближе 100 метров!» И он провозглашал это над собственной жизнью, каждый день, весь день. «Я нечист! Я нечист! Я нечист!» Вера работает через провозглашение того, что говорит Бог, а рабство работает через провозглашение того, что говорит дьявол. Прокаженные были вынуждены называть себя нечистыми, и понятно, почему людям это было нужно с физической точки зрения. Итак, когда Иисус проходил посреди этой местности, «Они встретили Его и остановились вдали». Посмотрите на эту фразу, «Они встретили Его». То есть, они находились где-то подальше, но вышли к Нему навстречу, насколько возможно близко, не нарушая правил. «Они не просто сидели в своем кругу и говорили, «Ну, если Бог хочет, чтобы я был здоров, Он знает, где меня искать». Нет, должно быть, они услышали что-то об Иисусе, потому что они подошли, насколько возможно, близко к Нему. Когда вы нуждаетесь в чем-то от Бога, идите туда, где Бог двигается, идите туда, где Бог говорит. Вы скажете, «Ну, сейчас же не подойти к Иисусу на улице, как тогда». Нет, но Он поставил поместные церкви повсюду вдоль улиц, всюду, где Его Слово проповедуется и где верят в Его Слово. Вы можете пойти и получить то, что получили эти люди. Аминь. И не просто сидите и ждите. Они не просто сидели и ждали. Десять человек собрались вместе, подошли, насколько возможно, ближе и начали возвышать голос, привлекая Его внимание. И в 13 стихе сказано, что они громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». Они не взывали бы к Нему, если бы прежде что-то о Нем не услышали. Итак, хотя они были изгоями, были изолированы от общества, они все равно что-то слышали про то, что Иисус исцеляет людей. Поэтому они пришли к Нему. Так что важно, что мы слышим. Важно, что мы слышим. Если вы слышите, что Бог сделал что-то хорошее для кого-то, подключитесь к этому, сказав, «Я в это верю», вместо того, чтобы сказать, «Я не верю, что такое возможно». Они поверили. Они были в невозможном физическом положении. Для них не было никакой помощи. Но заметьте, они не потеряли надежду. Услышав об Иисусе, они пришли в ту местность, через которую Он проходил, и начали обращать на себя Его внимание. Почему? Потому что они не мирились с невозможной ситуацией в своей жизни. С Богом нет ничего невозможного. Потому что все возможно кому? Верующему. Итак, они верили во что-то и говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». В Слове записано несколько случаев, когда люди, нуждавшиеся в исцелении, взывали о милости. Они не говорили, «Исцели нас», они говорили, «Помилуй нас». Так что мы понимаем, что исцеление проистекает из Божьей милости. Милость Божья включает в себя исцеление. Из Его милости проистекает исцеление. Из Его милости также проистекает освобождение, спасение. Из Его милости проистекает обеспечение и процветание. Аминь. Задумайтесь. Они не ограничили свою просьбу только исцелением. Они просили, «Помилуй нас». Милость могла восполнить любую нужду в их жизни. Любую нужду в их жизни милость могла восполнить. И я люблю стих, который вам очень хорошо знаком. Милость Его обновляется каждое утро. Это значит, она никогда не истощается. Если вам кажется, что вы потратили всю Его милость, просто подождите. Когда вы встанете с утра, будет совершенно новый ежедневный запас милости. То есть Бог ожидает, что мы будем жить Его милостью каждый день. Иначе Он бы ее не обновлял, не давал бы новый запас каждый день. Нам нужно постоянно помнить о милости Божьей. Милость Божья над вашими детьми. Милость Божья над вашим домом. Милость Божья течет в вашем теле. Милость Божья действует в вашем бизнесе, в ваших финансах. Милость Божья посещает ваших неспасенных близких. Аминь. Милость Божья заключает в себе всю Божью помощь. И прокаженные говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас». Нам нужно помнить и говорить о милости Божьей и черпать ее для своей жизни. Итак, исцеляющая милость доступна нам каждый день. Почему? Потому что милость Его обновляется каждое утро. Поэтому все, что совершает Его милость, доступно нам каждое утро. Все, что нам нужно, это принять ее. Нам нужно принять ее. Бог сделал ее доступной, но нам нужно ее востребовать. Проходя посреди той местности, где были прокаженные, Иисус делал себя доступным для всякого, кто увидит Его, узнает, что Он идет, и востребует помощь. Именно так поступили эти десять прокаженных. А милость Божья доступна каждый день. Она течет прямо посреди вашего дня. Что вы будете с ней делать? Верьте в нее. Принимайте ее. Как ее принять? Говоря, «Я верю в милость Божью. Я верю в милость Божью, действующую в моем теле. Отец, я принимаю Твою милость в моем теле». Аминь. Это чудесные, восхитительные слова, не так ли? Аллилуйя. Итак, говорите своими устами. Точно так же, как эти люди привлекли внимание Иисуса своими устами. Они что-то сказали, чтобы дать Ему знать. «Мы верим, что Ты можешь что-то сделать для нас». Поэтому они воззвали к Нему. Если бы они не верили, что Иисус может или хочет что-то для них сделать, они бы никогда ничего не сказали. 14 стих. «Увидев их». Посмотрите на это. «Он увидел их». Какие драгоценные слова для тех, кто был вне общества. «Он увидел их». «Он увидел их». «Он дал им что-то». «Он дал им слова». «Он дал им слова». Помните, мы ранее говорили, что священник решал, может ли человек оставаться в обществе или нет, исходя из того, была ли у него проказа. У них не было никаких внешних признаков исцеления, чтобы пойти и показаться священнику. Не написано, что в тот момент они уже были исцелены. Написано, что Он сказал им пойти и показаться священником. И когда они шли, когда шли, они пошли, не увидев никаких перемен. Вот что делает вера. Почему? Потому что вам дано слово. Иисус увидел вас и дал вам свое слово. Поступайте по слову. Бог всегда так действует. Он дает нам что-то, чему повиноваться. Когда нам нужно чудо, Он дает нам что-то, чему повиноваться. Когда нам нужно исцеление, Он дает нам что-то, чему повиноваться. Чему? Его слову. Повинуйтесь Его слову. И когда мы будем двигаться в направлении Его Слова, сила проявится в нашей жизни. Итак, Он дал им чему повиноваться. «Пойдите, покажитесь священникам». Какой акт веры, какой смелый поступок на самом деле. Потому что им нужно было пойти в общество, пойти в храм. Там были священники, им нужно было снова пойти в общество. Чтобы выполнить это указание, нужна была вера. Аминь. И когда они шли, очистились. «Они повиновались». Вера всегда двигается вперед. Вера никогда не останавливается в ожидании, чтобы что-то изменилось. Она продолжает двигаться в том направлении, в котором Бог говорит ей идти. Сделайте шаг, сделайте шаг, начните двигаться. Не просто сидите дома, ожидая, что Бог свалит что-то на вас. Сделайте шаг, продолжайте двигаться. Знаете, вера дает вам право никогда не переставать жить жизнью повиновения. Вам никогда не нужно останавливаться, ожидая, пока появятся деньги, пока появится исцеление, победа. Просто продолжайте двигаться, потому что вера знает, что добежит до проявления того, о чем она верит. Я бы сказала так. Вера верит, а потому продолжает двигаться к тому, чего желает. Вера верит, а потому продолжает двигаться к тому, чего желает. Скажу так, идя на рынок, Вера берет с собой корзину. Почему? Потому что ожидает что-то получить. Аминь. И когда они шли, очистились. То есть их исцеление проявилось, когда они повиновались. Если ответы не проявляются, нужно задать себе вопрос, повинуемся ли мы. Итак, проявление пришло, когда они повиновались. Иногда, чтобы войти в свое исцеление, нужно продолжать двигаться. Нужно показать Богу, я не собираюсь оставаться дома, я верю, что слово работает во мне. Я верю, что сила исцеления работает во мне, а поскольку я в это верю, я встану и буду так себя вести. И когда они шли, очистились. Нам нужно продолжать идти. Аминь. Они могли бы рассуждать между собой, мы попадем в неприятности, если это не сработает. Но они не стали так делать. И они очистились. Развитие проказа прекратилось. То есть их тело перестало гнить. 15 стих. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Он не был научен поклоняться Богу. Он просто был благодарен. И Иисус сказал, где остальные? Где же девять? Иисус не сомневался, что они все исцелились. Он сказал, где они? Заметьте, Иисус ожидал, что они вернутся. Он рассчитывал, что они придут. И только один из десяти выразил должную благодарность. Давайте проверим свою жизнь. Выражаем ли мы надлежащую благодарность за то, что получили. Благодарность не позволяет врагу украсть у вас то, чем Бог вас благословил. В отсутствие благодарности враг будет воровать у нас то, что мы получили от Бога. Но благодарность держит дверь для дьявола закрытой. Иисус сказал, где же девять? То есть, Он их ожидал. Девятнадцатый стих. Иисус сказал Ему, встань, иди, вера Твоя сделала Тебя целым. Обратите внимание, что Он сказал. Вера Твоя сделала Тебя целым. Что же Он делал по пути к Иисусу? Поклонялся. Он не исповедовал места Писания. Он не молился Богу. Он поклонялся. И Иисус назвал это верой. Он сказал, вера Твоя сделала Тебя целым. Поклонение – одно из высочайших выражений веры. Чтобы пребывать в вере, пребывайте в поклонении. Поклонение – как образ жизни. Иисус сказал, вера Твоя сделала Тебя целым. И мы можем перефразировать. Поклонение Твое сделало Тебя целым. Я хочу, чтобы вы знали о недостающих частях тела. Вы можете поклоняться, и Бог их вернет. Давайте перечитаем последнюю фразу. Вера Твоя сделала Тебя целым. В 14 стихе сказано, что они очистились или исцелились. То есть, развитие проказа прекратилось. Но этот человек стал целым. То есть, части тела были возвращены. Утерянное было возвращено. Аминь. В чем была разница? В поклонении. Интересно, что подумали остальные девять в следующий раз, когда увидели Его. Развитие проказа прекратилось в их теле, но к Нему вернулись части тела. Почему Иисус был расстроен, что девять не вернулись поклониться? Потому что Он хотел, чтобы они были целыми. Он не просто хотел, чтобы прекратился процесс проказы. Он хотел, чтобы они были целыми. Продолжайте двигаться с Богом. То есть, когда Бог делает что-то для вас, возвращайтесь с благодарностью. Не просто однажды что-то получите, и потом больше не вспоминайте о Боге. Всегда возвращайтесь. Почему? Потому что у Него всегда есть для вас нечто большее. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.